Приветствую! Сегодня на уроке речь пойдет о переменах. Бывает очень много типов переменных, и в данном случае мы разберем 5 самых часто используемых. Для того, чтобы завести переменную в максе, нам необходимо написать ключевое слово dim, дать название переменной и присвоить одно из значений. В данном случае для первого значения нам подходит переменная integer. Integer хранит значения от 32 до минус 32, с небольшим хвостиком. И что нужно понимать, то что 0 считается как положительное число. То есть, если в положительный интервал у нас 2, то в отрицательный соответственно у нас минус 3, потому что 0 считается как положительным числом. Далее мы присваиваем значение нашей переменной, которое мы можем взять непосредственно из ячейки. Допустим, cells7.3. И значение переменной в данном случае у нас будет равно 1200. Если взять, перейти непосредственно в сам редактор кода и отобразить local window, то здесь можно посмотреть при пошаговом выполнении что у нас данному типу присвоена переменная integer. Для чего нужны данные переменные? На самом деле программа резервирует определенное количество памяти под ту или иную переменную. И когда мы ее вручную определяем, то программе не нужно тратить ресурс, резервировать память под значения, которые уже определены. Поэтому для принудительного объявления переменных у нас вверху написано option explicit. Это означает, что все переменные должны быть объявлены. По умолчанию, если не задать переменный формат, то ей присвоится тип variance. То есть, для целых числа у нас используется integer. Также i можно было записать как i равно 1200. Если это нам нужен был бы текст, мы могли бы взять его как 1200 в двойных кавычках. Ему присвоился формат string. Ну и, соответственно, для остальных по тому же принципу. Здесь у нас переменная была бы типа string. Здесь long, здесь single, ну и, соответственно, здесь double. В принципе, все описания есть в презентации. Также есть currency. Их предостаточно. Да, здесь мы рассмотрим основные 5. И в дальнейшем, если ни один из этих 5 не подойдет, можно будет посмотреть спецификацию и присвоить соответствующее значение для переменной. До свидания.